Привет! Мы уже рассказывали вам, как правильно выбрать диван, как организовать пространство дома и как визуально увеличить небольшую кухню. Сегодня речь пойдет о самом живом предмете интерьера – растениях. Ян, привет! Привет! Яна – цветочный блогер, автор курса о комнатных растениях, поэтому мы, Ян, с тобой сегодня поговорим о трендах растениях в интерьере. И дадим вам крутые лайфхаки, как подобрать растения, которые подходят именно вам, а главное и самое сложное – заодно их не погубить по дороге. Ян, почему, как ты думаешь, растения стали таким трендом в последние годы? Во-первых, они и были трендом. То есть я считаю, что растения – это всегда была достаточно популярная тема, что там наши бабушки и мамы выращивали растения, у всех там что-то обязательно было на подоконниках. Но в последнее время, видимо, за счет того, что там соцсети развиваются, люди начинают писать книги про растения, эта тема становится такой более популярной. Ну, в принципе, к тебе, когда обращаются за услугами, например, обставить квартиру, это и есть запрос на красоту больше или на какое-то сделать растение хобби? Есть прям много разных категорий людей, и там разные бывают категории цветоводства вообще. То есть есть люди, которые хотят просто, чтобы красиво было, и им, в принципе, все равно, что растение, допустим, будет стоять где-то возле телевизора, это будет как с Пинфереста, там, ну, все очень, как бы, очень красиво, прям, как надо, но это растение долго там не простоит, потому что ему там мало света. Но у человека запрос, как бы, на красоту, и он готов, если что, заменить это растение на другое. Это одна категория людей. Другая категория людей, которые хотят углубиться именно в уход, и для них важен вот этот процесс, важны там все вот эти новые листики, новые корешочки. И вообще такие люди приходят ко мне на курс. Там отдельное удовольствие люди получают даже, когда мы сажаем растение в прозрачный горшок, и они наблюдают просто за тем, что там новый корень появился. С чего начать? Объективно говоря, когда вот перед тобой пустой лист, ты не понимаешь, куда пойти, что купить. Я прихожу в цветочные магазины, где продаются растения в горшках, понимаешь, что мне все нравится, я ничего не могу выбрать. Как бы, какой совет ты бы дала людям, у которых никогда не было своего комнатного растения? Такие существуют. Ой, у меня есть там куча советов, как осознанно там ко всему этому подойти, то есть оценить условия в квартире, посмотреть, сколько света, какая влажность в квартире, и подобрать растения под эти условия. Но на самом деле, мне кажется, что каждый такой отбитый цветовод, он становится цветоводом, когда он зашел в магазин в плохом настроении, и просто взял любое растение, принес его домой, и на нем он уже дальше репетировал. Вот, то есть, как бы, есть подход осознанный, есть неосознанный, и неосознанный абсолютно нормально, потому что, ну вот с растениями мы можем без фильтра, как бы, быть такими, какие мы есть. То есть, если хочется с чего-то начать, ты не знаешь с чего, можно там спросить совета, не знаю, у любого цветочного блогера, и тебе напишут, там, возьми филдендрон Биркин, ты пойдешь и найдешь его, допустим. Ну, нам очень надо знать. А можно, если ты там человек, которым не хватает там какой-то свободы и действий, ты можешь пойти, выбрать любое растение, загубить его, и как бы не мучить себя потом тем, что там, ты виновата, у тебя руки не с того места. Ну, то есть, от души это все должно быть. Как хочется, так и делаешь. То есть, ничего страшного, если первая погибнет? Вообще ничего страшного. У меня тоже очень много растений погибло, прежде чем я поняла, что с ними нужно делать, поэтому это абсолютно нормально. А если есть абсолютно безнадежные люди, у которых умирает даже кактус, что они делают не так? Заводят кактус. То есть, это как бы самая такая, самая частая фраза, там, что у меня даже кактусы умирают, а я там, если там переходить на язык эксперта, могу сказать, что кактусы это самые светолюбивые растения, а в России очень мало света, и наше главное ограничение вообще в выращивании комнатных растений, это как раз то, что у нас очень мало света. У нас как бы квартира с небольшими окнами, как правило, ну, есть с большими, но, как правило, это стандартная там квартира, небольшие окна, через которые поступает мало света даже летом, а зимой у нас там 6 часов, по-моему, световой день, там, ну, то есть, для нас этого дня. Дай бог! Вот, и, ну, как бы, это главный ограничивающий фактор, а кактусы это самые светолюбивые растения, поэтому что делает кактус? Он долго стоит, вообще никак не видоизменяется, а потом просто гниет, ну, как бы, там, за несколько дней, и это происходит из-за того, что просто ему долго не хватало света. Кактус неприхотливый, но не в нашей стране. А что же для нашей страны из растений? Те невыносливые растения, либо обычные, я их называю, но не светолюбивые, то есть, не кактусы. А, например? Филдендрон сканденс бразил. Очень красивая лиана и очень простая в уходе. Вообще любые филдендроны. Например, там есть филдендрон подороже, оранж он называется, у него оранжево-красные листья. То есть, есть очень много каких-то нетипичных растений, но они реально простые. Все филдендроны подходят. Все филдендроны подходят. Любые лианы вообще подходят. Все лианы простые в уходе. А еще сразу хочу предостеречь, что очень многие говорят, что фикусы простые растения. Вот я чаще всего в блоге вижу жалобы на фикусы, это не самые простые растения, если что. Есть ли вредные растения для соседства с человеком? Вообще растения почти все в какой-то степени ядовитые, но они ядовитые, если их есть, там втирать в кожу, вот. А прям таких серьезно ядовитых, ну я считаю, что нет. Про тень очень важный момент. Я недавно переехала и понимаю, что углы самые темные в квартире больше всего просят по композиции, по настроению растения. Растение в темном углу, оно не живет, оно выживает, и у него там ограничен срок его жизни, и это нормально, ну как бы без чувства вины здесь главное. То есть главное просто понимать, что растение там будет существовать какое-то время, но как бы не всегда. Вот, и самые такие долго живущие растения в темных углах, это сенсивьерия, наверное, ее там все видели в торговых центрах, они вечно стоят. Сенсивьерия, замиокулькас и драцена тоже подойдет. То есть они дольше всего протянут в этом темном углу, но можно апгрейдить, если что, этот темный угол, поставить над растением торшер с фитолампой, и это уже другая история. То есть это растение уже будет долго там стоять, оно сможет адаптироваться к фитосвету, и все будет нормально. Еще есть лайфхак. Давай. То есть можно поставить одно растение у окна, а второе растение в темном углу, и можно им делать ротацию. То есть там две недели постояла эта сенсивьерия в углу, две недели пошла там... Ты накажешь. Да, потом, ну в общем, можно их друг с другом менять, и тогда, в принципе, дольше это растение сможет жить там. А есть ли какая-то польза от цвета обычного торшера для растений? Или это искусственный свет, который они никак не воспринимают? Так, сейчас тут я услышала как бы один миф в твоих историях. Развенчивай. Да, во-первых, фитолампы, они уже давно не розовые. То есть розовые... Ну, ты не сказала розовые, но я думаю, что ты про это говорила. Что, типа, вот эти розовые окна, и там что-то растет, там скотчем приклеены лампы туда. Вот, фитолампы могут быть там 3000 кельвинов, 4000 кельвинов свет. Ну, то есть это обычный желтый либо белый свет. И от них растут растения, просто фитолампы, они более мощные там. Вот, короче, это первое. То есть свет не обязательно должен быть розовым, он может быть белым либо желтым. И это нормально может смотреться в интерьере, если закрывать диоды от глаз. Ну, то есть прям есть лампы, которые вкручиваются в торшер. Взять можно торшер с большим корпусом, направить на растения от глаз, и получится такой, типа, зеленый уголок дома. То есть это может быть красиво. Обычный свет тоже имеет влияние на растения. Он просто, ну, не такой как бы мощный, не такой эффективный. Но любой свет делает растению лучше, даже если это обычный свет, то есть даже если это обычная лампа. Но там просто микровлияние как бы будет, небольшое, но будет. Уже жалко это растение в углу, если честно. Но, в принципе, работающий более-менее лайфхак – это в обычный торшер вкрутить фитолампу. Это вообще классный лайфхак, да. Прелестно. Я не знала о их существовании никогда. Возвращаемся к нашему новичку, который никогда не заводил дома растения. Есть ли у тебя в рамках твоей достаточно богатой практики может быть топ ошибок, которые совершают люди, которые пытаются как-то завести этот домашний сад или просто сделать так, чтобы хоть кто-то не умирал из растений у них? Да, да, да. Самые частые ошибки, я тоже их допускала. Это ошибка номер один – это пересадить растения в горшок побольше. И это кажется логичным, да. Ну, то есть ты даешь растению место для корней. Вот. Когда мы сажаем растения в условиях дефицита света в большой горшок, корни этого растения в итоге загнивают. Вот. И человек не понимает там, что происходит, почему какие-то пятна на листьях вообще, что случилось. А причина была в том, что просто был очень большой горшок у растения. Вторая частая ошибка – это посадить в готовый грунт из магазина, то есть взять пачку, где написано «для пальм» и пересадить туда пальму. Так нельзя делать. Вот. То есть нужно брать грунт для пальм и смешивать этот грунт с разрыхлителями, там перлит, например, потому что этот разрыхлитель, он будет отводить воду вниз. И таким образом растения, ну, риск загнивания корней, он снижается. То есть 90% растений в России умирают от загнивания корней, потому что мало света, много воды, там большой горшок. И третье – тогда будет поливать почаще. То есть когда человек покупает растение, он хочет о нем заботиться, и там, естественно, там буду его побольше поливать, большой горшок, там земельку пожирнее. И таким образом растение, ну, как правило, погибает. Вот. То есть поливать нужно, ну, большинство растений поливать нужно при полной просушке грунта. То есть когда грунт полностью сухой, тогда можно поливать. Ну, не все я так обобщаю, но большинство. Вот с этого момента я хотела поговорить чуть-чуть в сторону отойти и поговорить про горшки. Чисто субъективно, мне не нравятся практически никакие горшки. Особенно не нравятся вот эти подставочки, которые выглядят как блюдечки. Ну, в общем-то, главное правило, которое нужно выполнять, желательно выполнять, это чтобы внизу у горшка было отверстие. В кашпо нет отверстия этого. Но есть лайфхак, можно покупать там большое количество разных размеров технических горшков, типа как горшки для рассады, и под них подбирать уже любые кашпо и ставить этот горшок в кашпо. То есть мы можем покупать не очень красивый пластиковый горшок, который отвечает размеру. Да-да-да, то есть можно покупать не очень красивые пластиковые горшки и сажать туда растения правильно, как бы технически, а потом по стилю уже подбирать любые кашпо. Причем это могут быть кашпо, какие-то там ведерки, кружки, стаканы для зубных щеток, куда прячутся эти горшочки. И уже постепенно по стилю для себя что-то подбирать. Известная российская проблема, ну, по крайней мере, я знаю ее именно про Россию и про жизнь свою, ненавижу пыль. И меня как раз останавливает наблюдение, что у многих растения покрываются пылью. И вот я рассказывала тебе, что у меня был ужасный опыт про пальму в съемной квартире, которую я помыла впервые за 6 лет. Так было делать нельзя, то есть влажной тряпочкой все там меняло в воду, она вся опала и умерла в течение двух недель. Как правильно протирать растения с учетом того, что мы живем, объективно говоря, в пыльных квартирах? Ну, ты правильно все сделала. То есть я не... Ну, мы до этого, да, обсуждали эту историю, я не поняла, почему нельзя, потому что большинство растений мы так и протираем от пыли. То есть можно опрыскивать лист и протирать микрофиброй просто этот лист. То есть даже суперважно поддерживать листья чистыми, потому что грязный лист он не фотосинтезирует, то есть он хуже поглощает свет. Возможно, там была какая-то пальма с ворсинками на листьях. Вот такие листья лучше не протирать, а лучше смывать просто в душе вот эту пыль. То есть не... Ну, как бы механически не воздействовать на листья. Но в большинстве случаев просто протираешь тряпку и все чисто. В общем, хозяйка моя... Главное, что это важно делать, ну то есть... Ну, конечно, это некрасиво, нездорово, и, в принципе, зачем были растения? Да-да-да, там еще какие-то болевые клещи, наверное. Ужас. В общем, хозяйка моей бывшей съемной квартиры, это был несчастный случай. Мы установили с экспертом... Да, скорее всего, там не было твоей вины. Ну, это-то да. А как понять? Я вижу все время в Reels, у тебя в Stories. Уход за растениями, какие-то листочечки обрезаются, что-то убирается. Только когда все уже там загнило и отвалилось почти, мы убираем? Или есть какой-то принцип, при котором мы можем понять, что какие-то листики надо убирать у растений, чтобы оно не заболело? Есть вообще такой общий принцип, что растение должно выглядеть чистым и здоровым. И то есть все кусочки растения, которые начали естественным образом отмирать, их лучше убирать. И это иногда такие маленькие шкурки, даже у основания кустика, их лучше все аккуратно убирать, потому что все, что умерло, там как раз и образуются всякие вредители, бактерии и так далее. Да-да-да. Я хочу выбрать большое растение, как новичок. Монстера, например, мне очень нравится. Можно ли мне ее заводить или большое растение – это сложная штука в уходе? В общем, монстера – это одно из моих любимых растений. И в том числе потому, что это растение, которое подходит и новичкам тоже. Это растение, которое очень быстро растет, то есть оно будет больше приносить радость, потому что радость же не только из-за того, что стоит это растение, как пластиковое, она еще из-за того, что оно растет. Вот. Монстера быстро растет, она выдает листья, там, ну, делает листья больше и больше. Ну, то есть, там, первый лист, допустим, там 10 сантиметров в диаметре, следующий будет уже 15, там, потом уже 20, и там размер листа может, ну, если деликатесный, монстера может достигать одного метра. В общем, если хочется большое растение, то монстера подходит. Это очень простое растение в уходе. То есть, монстеру можно брать, и, в принципе, для новичка размер не важен, растение, можно брать, которое нравится. Да, ну, вот монстеру можно брать. То есть, просто другой крупный, например, там, фикус лерату, который, ну, многие хотят, потому что это очень красивое растение, я бы новичку не посоветовала, потому что это растение очень светолюбивое, и ему, по идее, лучше бы делать досветку. А монстера, она может адаптироваться как раз к жизни в наших обычных темных квартирах, вот. Ну, красивое с точки зрения дизайна, мне кажется. Да, да, и она очень такая, как бы, своеобразная. То есть, у нее там один лист в одну сторону, другой в другую сторону. Не знаю, очень классное растение. То есть, она какой-то максимально такой антураж джунглей дома действительно создает, потому что растение очень такое разлапистое, крупное и своенравное, дикое. Тем более, одним из трендов в дизайне является так называемый urban jungle, основой которого и является растение дома. Да, и там есть монстера. Там есть монстера, всегда. Я про книгу сейчас говорила. Есть книга urban jungle, которая прям задавала тренды комнатного цветоводства. То есть, прям, эта книга, она есть, наверное, у всех, у кого там дома больше 10 растений. Вот. И там монстера есть в разных местах интерьера, очень классно смотрится. То есть, есть такая книга и есть такой стиль в интерьере, если что. Да, да, да. Которая основывается и базируется на растениях дома. Ты знаешь, стереотип лично мой в том, что растения, там, у бабушки, у мамы всегда стояли на подоконнике, еще вот этим плотным рядком, как-то это не очень красиво. Какие самые лучшие, интересные варианты размещения растений дома ты используешь, когда ты оформляешь там пространство? Либо окно. То есть, подоконник не выглядел? Да, они все правильно делали, да. Либо окно, либо это могут быть другие локации, но там нужно делать досветку. То есть, можно делать красиво оформленный стеллаж с светолампами. Это просто звучит там, стеллаж с светолампами, сразу все представляют там рассаду, базилик, помидор и фиолетовые лампы, наверное. Но нет, это может быть красиво, то есть, есть лампы, которые можно скрыть от глаз и там расставить красиво растения, красиво кашпо, там, закрыть бортиками вот эти диоды от досветки. Это может быть классный такой акцентный стеллаж в интерьере, но с светолампами, потому что без досветки там будут просто страшные умирающие растения в итоге. Везде, где стоит растение, нам нужен свет. Да. То есть, я сейчас тоже говорю про 90% квартир, понятно, что есть исключения. То есть, если квартира с большими окнами в пол или там окна на одной стене и на этой стене окна тоже, то там можно и без досветки обойтись. Ну, это исключение, действительно, скорее всего. Да, да. То есть, я про такое среднестатистическое. Если мы вернемся к местам размещения растений, проговорили пол, подоконники незыблемые. Например, я хочу растения завести в ванной. Есть ли такие растения? Большинству растений в ванной понравятся, если там будет над ним фитолампа. И это может выглядеть нормально. То есть, в обычные светильники вставляются фитолампы. Есть специальный спрей, который водоотталкивающий, им обрабатывается вот эта лампа. И получается, что стоит красивое растение, над ним фитолампа. И красиво, плафонно там выглядывает, ну, прячется там. И растению светло, ему это нравится. И ему влажно. А высокая влажность в ванной – это как бы плюс для растения. То есть, прям много вариантов растений можно поставить в ванной, но с досветкой. Смотри, у меня нет кошек, но я знаю, что домашние животные очень любят уничтожать домашние растения. А есть ли какие-то растения, которые ты бы не посоветовала заводить владельцам кошек? И есть ли какие-то средства, которые помогают защитить растения от кошек? Этот вопрос, наверное, такой номер один в моем блоге. Мне очень часто его задают. И я на эту тему проводила эфир с зоопсихологом. Так как я сама не специалист по кошкам, у нас был эфир с зоопсихологом. И она говорила вот что, что нет смысла подбирать какие-то конкретные растения. То есть, нет растения, которые, скажу, фикус, не будут есть коты. Потому что каждый кот выберет цветок, который есть, если он этого хочет. И она говорила о том, что нужно искать причины, почему кот это делает. То есть, здесь нужно разбираться именно с поведением кота. И причины могут быть разными. Либо у него что-то болит, либо ему не хватает внимания. И коты, они же хитрые. И они видят, куда человек направляет свое внимание. Если человек направляет внимание на растения в тот момент, когда там кот, то как бы и кот получает это внимание. Поэтому я бы не стала советовать какие-то растения, потому что все очень индивидуально. Какое растение понравится коту. Я бы посоветовала почитать какие-то блоги зоопсихологов и искать причины, почему это происходит. Потому что с этим можно бороться гуманно. Кто-то покупает там только колючие растения, кто-то просто дает коту есть растения уже в конце концов. Покупает ему отдельно хлорофитумы. Это, наверное, самый быстро съедаемый котами цветок. Но лучше всего разобраться, почему кот это делает. Ян, давай подытожим, в принципе, все то, что сказали сегодня. Какие основные вещи нужно учитывать человеку, который задумался о растениях дома? Первое. Выбрать то растение, которое нравится. Не слушать никого, ни друзей, ни бабушек, ни продавцов, консультантов в магазинах. Просто выбрать то растение, которое по сердцу. Потому что за ним интуитивно будет проще ухаживать. Потому что это растение будет нравиться. Вот. Дальше. Принести его домой. Желательно пересадить его сразу же. И пересадить, как мы уже обсуждали, в тесный горшок и в рыхлый грунт. То есть добавить в грунт хотя бы перлит. Не в готовый грунт из магазина, а грунт и перлит, как вариант. Дальше. Поставить его обязательно на окно. Потому что на окне свет. Свет – это самое главное. Без света вообще никак не получится растение вырастить. Первое растение на подоконнике. Да, да. То есть потом уже можно будет разбираться, углубляться в эту всю теорию. Но сначала просто растение поставить на окно. Поливать обильно, но при полной просушке грунта. То есть когда полностью грунт высох, тогда вы это растение поливаете. И еще я бы добавила вот что. Не берите цветущие растения. Потому что, как правило, все растения, которые цветут, требуют более сложного ухода. И кактусы. И кактусы, да. Тоже не берите, пожалуйста. Отказ от кактусов. Да. Слушай, Ян, я побежала сегодня за первой монстерой. Ты меня вдохновила. Надеюсь, вдохновила и наших зрителей. Спасибо тебе огромное за этот разговор, за эти советы. Очень круто было с тобой сегодня встретиться. Спасибо.